Не ждите меня на работе Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый побольше В натуре, натуре, натуре Я буду сегодня на туре В натуре, натуре, натуре Смотрите все это в натуре Добрый вечер, дорогие друзья! Пролетело уже две недели Были сыграны Самые главные матчи любительской футбольной лиги В студии Михаила Миркова, Дмитрия Яшова И наш сегодня специальный гость Актер театра и кино Спортивный комментатор Дважды лучший комментатор Континентальной футбольной лиги Хоккейный Хоккейный И футбольный тоже О футболе мы поговорим Олег Масалев Олег, привет! Приветствуем тебя! Очень рад, что ты пришел Во-первых, ты очень здорово влился в наш коллектив Да Я хотел об этом сразу сказать, что Действительно, вот этот год такой для меня Очень насыщенный, что со всех сторон Я в ЛФЛ действительно влился Потому что я и принимаю участие сам как игрок У нас замечательная команда Футбольный клуб Медил Мы пять на пять играем мини-футбол Мы сейчас начали с низов, со второй лиги Заняли первое место, надеюсь выйдем в первую лигу И, в общем-то, мы занимались профессионально, скажем так, футболом По юношам играли за спортшколу «Крылатская» Вот сейчас, спустя года, собрались все вместе И как в таком году ты был с ним? Я за 77-й год играл А с три года помнишь? Да, Александр Константинович, у нас, к сожалению, его уже нету с нами И некоторых ребят уже тоже нету с нами У нас такая, кстати, традиция Мы в начале каждого лета объезжаем кладбище То есть вспоминаем ребят У нас очень сплощенная, замечательная команда И я надеюсь, что мы еще пошумим И отдаете дань уважения, естественно Да, конечно, конечно Это замечательно, на самом деле Но пять на пять Это рядышком проходит, да, с основной ареной И, собственно, ты тоже проникся, да, вот этим вкусом любительского футбола Да, да, ну и, конечно, вот я благодарен за приглашение комментировать матча Да, мне очень это нравится Я надеюсь, что как бы и дальше продолжим Ну, потому что, действительно, вот этот вот формат 8 на 8, знаете, как сравнить с национальной хоккейной лигой, да, то есть Маленькая площадка, да, то есть настолько тут очень большой темп и ритм, да, в футболе Что, мне кажется, ну, любая игра, она просто не может не быть яркой Ну, единственное, бортов не хватает Ну... Часто, кстати... Ну, силовая-то, извините меня, ого-го В борьбе Такая великая, да, в Останкино комната 8.16 8.16, она называется То есть там все и футболисты, и хоккеисты, в общем-то, да, она такая очень большая и очень известная в спортивных кругах, так и называется Сейчас программа, вот вы, наверное, знаете, 8.16 неспроста, она так называется, вот Поэтому, в общем-то, подготовка, она, я думаю, сильно не отличается, то есть это какие-то новости в интернете, да, ну, кто-то любит больше работать со статистикой, кто-то меньше, чтобы выдавать ее потом в эфир Ну, в общем-то, вот мне хватает где-то примерно часа подготовиться к апартаменту Ну, сложно переключаться с хоккей на футбол, если я скорее... Ну, да, 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 потому что, ну, это больше, наверное, какой-то сленговый момент, потому что все-таки, ну, ты разные предпочитаешь слова, что в футболе, что в хоккей И вот иногда, да, я еще и комментирую теннис немножко, вот, большой И, да, ну, турниры бывают разные, да, в основном женские, кстати, потому что вот Матч ТВ там в основном показывают женские WTA-тур Вот, и когда вот у меня было порой три трансляции в день, ну, то есть нон-стоп, можно сказать И я уже, то есть у меня было ночью НХЛ на Евроспорте, вот, и я пришел утром, у меня был в 9 утра теннис И я держался-держался, естественно, матч из трех сетов, и уже в конце третьего сета я, ну, очередной, после очередного гейма, когда теннисистки выходят, я сказал, что теннисистки выходят на лед Ну, то есть, ну, бывает уже, потому что не шайба играет Нет, ну, кстати, понятно, что ты профессионал, да, наверное, единственный из нашей, так скажем, творческой группы, да, вот, но я от тебя никогда не слышал там шайбу, кстати, вот, это уже сколько у нас, несколько месяцев, да, там, не него, а шайбу Я не разумею, но я собираюсь, я собираюсь все-таки, да, и действительно, я вас благодарен, что комментирую здесь, потому что, когда у нас недавно был турнир, да Да, как раз континентальная футбольная лига Да, континентальная футбольная лига, и в тандеме поработать с Канчестисом, да, например, мне было очень приятно, да, опять же, когда я еще поработаю с коллегами, с футболистами, да, Кирилл Дементьев тоже был, ну, в общем, здорово Да, пока мы не перешли непосредственно к матчам, да, мы с Олегом сегодня поговорим о сборной России, вот, любительской, естественно, поговорим о сборной Запада, да, которой предстоит важнейший турнир в финал четырех Олег, ты актер театра и кино, заканчивал Щукин, расскажи, пожалуйста, вот честно, я даже не мог предположить до того момента, как я не почитал твою биографию, что ты актер театра и кино, и что ты вообще заканчивал и театрально, это получается Ну, действительно, да, многие как бы удивляются, как такой вот прыжок, да, вроде из актера, комментатора Спорт Спорт, да, нет, спорт я любил всегда, да, спорт я любил, я и занимался футболом, и теннисом большим, вот, но случилось так, что я всегда хотел комментировать, в общем-то, да, и я и сейчас даже не бросаю, как бы, актерское, это вообще моя, ну, основная, в общем-то, профессия Ну, в театре? Ну, я 10 лет проработал в театре, да, а сейчас пошел на деление спортивное Но я всегда хотел комментировать, и я вот, если вы помните, вот были постоянно конкурсы проводились на НТВ+, я посылал эти кассеты, еще тогда вот эти вот совковые, которых сейчас уже не существует в помине, которые мы вот так вставляли в магнитофон Я посылал, правда, записи о футболе, я болельщик московского Динамо, ярый, многострадальный, к сожалению, да, вот, но все равно Динамо это всегда в моем сердце, вот, и я посылал матчи футбольные, даже помню, вот, Динамо комментировал, вот, и к там прошел один тур, второй, я помню, и там уже ближе к финалу, да, срезался, ну, как бы, ну, срезался и срезался, я думаю, и потом, где-то через несколько месяцев мне звонок Сказали, мы прослушали вашу запись, вот, организовывается такой хоккейный канал у КХЛ-ТВ, вот, вы не хотели бы попробовать? Я говорю, ну, я бы с удовольствием, вот, я пришел, там тоже что-то прокомментировал тестовое, вроде понравилось, и вот, я с первого дня на КХЛ-ТВ работаю Здорово Ну, я не могу сказать, что нет, что я тогда прям сильно разбирался, да, но, как бы, я понимал игру, я с пяти лет занимал спортивное время в Лужниках, да, поэтому, как бы, я, естественно, постоянно был в теме, скажем так Ну, занимался футболом, приятно Ну, занимался футболом А в каком театре был? Я работал 10 лет в Российском Академическом Молодежном Театре, вот, который на театральной площади у нас был, с большим театром, прям, вот, разные роли, да, были Какая, какая Самая культура, это, конечно, не Знайка В каком-то интервью ты даже сравнивал, по-моему, да, комментаторов, да, 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 да Ну, и с футбольным Генич, напомни, пожалуйста, кто, потому что он все-таки приезжал на Матч ТВ, в прошлом году, в этом году не получилось, к сожалению Вот, и с кем ты его сравнил? Я помню, что если гости надеть толщинку, да, он бупончик или сиропчик, там, был бы очень хороший, да Ну, кстати говоря, сегодня четверг, я напомню, позавчера, во вторник, играл наша сборная, Олег Наренков смотрел с Египтом, да? Да, конечно Так, вообще, неожиданный, да, наверное, результат? Очень неожиданно, но для меня неожиданно, конечно, я вот, если честно, стоял на ничью до матча, я был уверен, что наши не проиграют, но чтобы так выиграть и уверенно Ну, есть, у нас вот появились действительно звездочки, я не знаю, согласитесь, вы, нет, но все-таки Черышев и Дзюба, вот, по мне, Дзюба лучший игрок был, конечно, этого матча Сегиптом? Да, да, да Возможно, возможно Вот такая жажда борьбы, да, я считаю, что наши, конечно, молодцы, Черышев выстрелил Тут, видите, не было бы счастья, да не счастья Ну, да, 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 травма Загоева, вот, ну, в общем, я думаю, что шансы побороться, да, в большей степени, наверное, конечно, если, опять же, фантазировать, хотелось бы встретиться с Португалией, как ни странно Ну, лично я бы это предполагал, потому что с Испании, я думаю, нас шансов немного все равно, а с Португалией, я думаю, можно играть, сегодня марокканцы это очень хорошо показали, хоть и уступили, но там, вы видели Ну, да, на тоненького, как говорится Да, что угодно, нет, ну, в общем-то, можно, можно с этой Португалией, даже с Криштианом Рональдом играть, конечно Ну, собственно, мы плавно перешли к сборной, Олег, на этих выходных ты работал как раз на Сетоне Да К нам приезжала сборная Аргентины, вообще Что, думал, да, вижу смех уже Ну, да, мы все Игру уровня Аяло Аяло, да Мы много говорили об этом очень известном, популярном аргентинском игроке Но Аяло не приехал, были другие Жильберты С вот такими вот мамончиками Некоторые Не, но были очень даже симпатичные, похожие на футболистов, уж точно Ну, в целом уровень-то, да, нас, наверное, все-таки разочаровал Мы будем отказываться, да, именно этой сборной Аргентины, да Ждали какой-то более яркой борьбы Сначала играл, как мне сказали, дубль играет Это вот когда они играли с москвичем С москвичем, да, где Александр Мостовой там Перед Просто вот, вот чем я породил Мостовой, вот действительно Вот, как-то звезда Как раз вот сейчас на экранах, да, вот Александр, то есть он, мы будем говорить, да, стоял на месте в этой игре, да Но как он клал в эти нижние углы голы И вообще, как он играл, это просто потрясающе Не важно, что соперник был не самого высокого уровня Но все, кто был на трибуне, я думаю, что получали удовольствие от этого игра Не знаю, слышал ты или нет Вот первый голос играет Лихобабенко, кстати С передачи Шайкова, нашего чемпиона мира Да, да, да Вот, слышал ли ты нет из комментаторской Как аплодисменты срывал практически каждое касание Мостовой, нет? Необрый? Да, да, конечно Мы с тобой даже, по-моему, стояли Я говорю, что когда Александр Мостовой забивал голы Я думаю, что это надо было делать как-то более ярко Потому что когда просто говорили мяч забил Александра Мостовой Надо было там что-то потянуть Александр Мостовой Ну вот, вот, кстати Ну вот, вот, вот это то, о чем я и говорил, да Вот просто сделал Испански Исполнил, исполнил Ну и он и на грудь принял И как-то, все-таки, мне кажется, постарался он сыграть на публику Здорово Вот здесь, конечно, немножко подвело исполнительское мастерство, да? Мы говорим о понимании всего футбола, да? О качестве футбола, да? Как все это здорово Вот как раз тот игрок, о котором я... С пятым номером будет Да, 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 да Вот И мы ждали более серьезный второй состав, да? Но, как ни странно, на мой взгляд, даже вот Аргентина в этом матче была Как-то более убедительная, чем матч со сборной Скорее, москвич Собранный полностью из звезд, да? Это Холестов, Мостовой, Рихобабенко, Шайков, да? Сыграли здесь, наверное, все-таки в не самую полную силу Бесчастный, вот, кстати, был Михаил Брат, брат, да И, понятно, есть крупная победа Но я думаю, что все равно В любом случае, да? Увидеть Аргентину здесь Ну, приятно Дмитрий Холестов, да, раздает великолепные передачи Сначала этот гол забил Александр Бостовой и в ворота сборной Германии Аргентина, да Сборной Аргентины, то есть, ну, вот это было действительно звучало на листаде он очень хорошо Ну и отдельно взятые аргентинцы все-таки тоже показывали очень неплохое качество игры И, в общем-то, в любом случае, да, это интересно Ну, несколько, да, футболистов было таких дриблеров, да, которые могли бы у нас показать, так скажем, свое мастерство Следующими была сборная Россия играла со сборной Запада Вот Сначала со сборной Аргентины? Со сборной, да, сначала со сборной Аргентины уже, я тоже С более-менее основным составом? Да, с более-менее основным составом Но, судя по тому, по твоим Да, что мы увидели, не сильно отличался От матча, вот мы видим, да, Алексей Медведев, капитан нашей сборной Бессменный, да, капитан и лидер Даже вот недавно на турнире имени Дмитрия Синникова удалось против него сыграть Забил он, не на воротах стоял, потому что у нас основной вратарь Сейчас получил травму, но все равно было приятно вообще наблюдать за его игрой Ты ему сказал, что за то, что он забил? Да, мы пообщались, по-моему, нет У него будет плохой отзыв в комментариях Нет, нет, нет Ну, кстати, Медведев, ну, действительно, обладает очень классным чутьем Великолепный удар Вот удар у него, действительно, когда вот он на скорости проходит по флангу Бьет вот на такой высоте для вратаря, как мы говорим, да В мертвую зону попадает, очень сложно эти удары отбивать Сборная России, как прекрасно все знают, собрана в основном из футболистов, представляющих московский клуб Но были также и несколько ребят из региона, в частности, форвард Иванов, Сергей Иванов Да, который, кстати, очень неплохо сыграл, что вот этот матч, что матч против сборной ЗА Да, вот сейчас на ваших экранах он сбивает гол, плюс Денис Коршаков, ну, бессменный голкипер тоже наш Ну, и вот на этом пока что ограничилось Ну, извини, у меня даже сразу вот возник вопрос к вам, которые, ну, скажем так, вы прям совсем в теме Возможно ли игра в два нападающих, например, Медведев и Иванов вообще Или это даже мы сразу отбрасываем этот вариант Ну, такое возможно, но, наверное, не при данной игровой схеме, потому что все-таки играть в сборной по схеме, ну, скажем, классически 3-3-1, да, получается? Нет, стандыген, не 3-3-1, а получается, что опорные два центральных полузащитника и нападающие То есть, чтобы вдвоем играли, ну, это практически нереально, я бы так сказал Ну, при этом можно выпустить двух нападающих, но все-таки именно в нападении они вдвоем играть не будут Ну, я подниму к ним Да, да, то есть с оттянутым обязательно, то есть в двух Ну, по крайней мере, я к тому, что Иванов, ну, сделал такую очень серьезную заявку на попадание, все равно, скажем, в основной состав, да, давайте Ну, это дебютант сборной, это человек, который только пытается попасть в нее, да, и здесь важно что, да? То, как он проявляет себя все-таки с более сильными соперниками Согласись, да, все-таки мерить по сборной Аргентине, ну, при всем уважении к этой сборной, при всем уважении, да, к нашим футболистам, все-таки нельзя Я все равно бы, почему еще продолжаю, опять же, его отмечать, потому что потом была игра против сборной Запада То есть здесь уже уровень... Да, здесь был уровень очень серьезный, потому что сборная Запада действительно была собрана из-за игроков, которые тоже имеют шансы попасть в состав даже сборной Был такой некий симбиоз сборной России, сборной Запада, то есть несколько футболистов не доехало по ряду причин Ну, кстати, Евгений Маричин здесь, вот этим своим... Извините, мне очень понравились Слава Дмитрия Смирнова перед матчем, он сказал, что у нас есть кратевую проблему, тренировали сборную Запада Ну и у них, по каждой на сборной России тоже есть кратевую проблему, поэтому играем на Раду Вот очень понравился восьмой номер Это Вячеслав Епифанов Вот как раз он тебе сейчас показывает, большой палец показал Да, дубль сделал, и вот, в принципе, это тоже было... Опять же, по этому матчу это была очень такая серьезная заявка на то, чтобы его рассмотрели на попадание в сборную Потому что очень здорово отрабатывал и в обороне Вот мы видим его второй мяч, да, и забивает, и является лидером своей команды, да То есть, тоже попасть даже в сборную Запада, да, из команды, которая, в общем-то, да, находится, скажем так, ниже середины в турнировной таблице Я считаю, это дорогого стоит Олег Маскар-Бош, находится в зоне стыдки, в зоне переходных матчей Один из двух сайдеров, команда Космос, да, если я не ошибаюсь, да То есть, он является лидером, и вот так вот на себя обратить даже внимание, я думаю, это здорово И он это доказал своей игрой Ну, сборная Запада вела со счетом 2-1, но в концовке все-таки... Разыграли просто феноменально, штрафной, и все, естественно, ждали прямого удара, как это часто бывает в формате 8 на 8 Ну, на самом деле, как сказал тут же после СССР главный тренер сборной Запада в данном матче, да Ну, не гоже сборной России проигрывать после Аргентины, скажем, что же это такое Ну, в этой стране это не было как бы какой-то поддавог, да, то есть, действительно, там просто разыграли шикарно, на мой взгляд Я могу ошибаться, конечно Ну, может быть, где-то и не доглядели, все-таки время уже позднее было, но очень насыщенные, на самом деле, были выходные Сборная Запада-то тоже нельзя было проигрывать в таких перерывах на следующих годах Финал четырех, и очень важно было как раз себя достойно показать и показать, что готовы уже не поступить Это раз, и второй момент очень важный, что в этой сборной Запада были новички Это были тот же Епифанов, он периодически вызывался, и в том году даже выигрывал, вот я сейчас скажу, выигрывал в том году даже за сборную Запада Но в этом году вот на два матча, например, не вызывался и был под вопросом, но Вячеслав Епифанов приехал и доказал, что он нужен сборной Просто красавец Справа как раз Рустам Идрисов Вот Рустам Идрисов Который в последний уже момент, можно сказать, вскочил на подножку вот этого поезда Приехал Как поезд там рвал, дубров Да, сыграл здорово, да Велась работа По этому человеку тоже мы как бы представляли информацию, главный тренер выбирал и сделал правильный выбор Вот, и третий футболист это был Илья Сашнин, по которому тоже были вопросы Защитник Да, да Защитник, который все время грежит Ну, у него очень хороший удар И дриблинг хороший У него Скорость хорошая Не хватает немножко где-то такой, я бы сказал, дисциплины, что ли, или где-то вот мозгов Понимание, грамотная позиция, да? Да нет, нет, чисто человеческий, я имею в виду Таких, ну, понимаешь, ответственности, да, то есть дисциплина, да Вот, не в плане, что он там, человек плохой, нет, а в плане вот головы, а в плане того, что где-то под весом, может быть, надо быть Вот, и... Было печальное событие, это рано Евгений Кросе Да, вот эту, я, кстати, ждал, а вон очень запомнился просто по матчам чемпионата, да? И вот он попал в сборную совершенно, я думаю, заслуженно, но, по крайней мере, вот шансы ему предоставили И вот что-то там у него хрустнуло, если я не ошибаюсь, как сказали, в ноге Да, у него перелом пятой плюсной кости Вот, к сожалению, на самом деле, я тоже очень расстроился по Евгению Кокацею Потому что он заслужил вызов, он заслужил этот финал четырех И, на мой взгляд, он бы там, ну, пригодился очень сильно, да? Два мига... Нет, реально человек гол То есть, ну, правда, тоже, да, если мы можем о каждом игроке говорить как плюс, так и минусы Но вот, насколько я, вот, вспоминаю его игру, то есть, он может выдать матч феноменальный, да? С каждым касанием забивать, но у него в то же время есть такое, вот, если вот у него не пойдет Вот, у него будет 10 моментов, он не забьет Но вот, есть у него такая вот, ну, это, опять же, над чем работать Ну, конечно Вот, ну, вообще он форвард, конечно, классный Классный, я здесь с тобой согласен И есть еще один человек, для которого игра за эту сборную Запада и Финаль четырех будет очень важной Вот сейчас попробуйте, попробуйте догадаться, дам такую подсказку Его считают вторым форвардом забивалый после Алексея Медведева Догадаетесь? Забивалый? Да, именно вот, если топ номер один в России это Медведев, то после, кто лучше после Медведева Я вот просто знаю, но я бы не назвал его, что он прям топ забивал Ну, ты понял Но за мяч он цепляет здорово Эрик Корчагин Нет, не угадал, Дим, твои, твой вариант Ну, это про сборную Запада идет? И сборную Запада, да, и кандидат в сборную России он Ну, честно говоря, интересный догадка Вы сейчас все поймете, это Илья Ульяненков А, Ульяненков Вот, конечно, вы все Но сборную Запада это сильно, да, все-таки сказано Ну, почему? Он же играл за сборную Запада этот раз и вызван на субботню Ну, все-таки в западной лиге он провел два матча Это сколько? Три там Ну, он же играл за сборную Запада Ну, в товарищеском матче, да Да, и вызван будет за сборную Запада Ну, это хитрый ход, это сначала схитрил немножко, мне кажется, руководство Бортера А вот сейчас уже и руководство Западной Не, ну, имеет же право взять Право, если он заигран, да То есть, поэтому здесь ничего такого Вот что скажете по Ульяненкову? Запомнился ли вообще? Ну, вот, меньше Меньше мне он запомнился, чем все вышеперечисленные Кандидатуры, вот Ну, возможно, как бы Надо больше за ним последить Вот, но лично мне Вы-то, наверное, его лучше, конечно, знаете Ну, мы знаем ровно По выступлению за золотой Нет, но гораздо лучше мы знаем ровно в два раза Потому что мы видели с ним всего лишь две игры Да, здесь Человек вспышка, человек приезжает, забивает четыре мяча Делает призрак Он в Санкт-Петербурге за золотой, да? Да, да, играет в Санкт-Петербурге за футбольный клуб «Золотой» Илья Ульяненков Вот, и, соответственно, он приглашен был в сборную Запада в воскресенье И, соответственно, получит вызов на воскресный финал Ну, брат, он провел, кстати, вот Сейчас я начинаю вспоминать игру Но провел, по-моему, очень много времени на поле То есть ему как бы дали Но не отличился, по-моему Нет, но там вообще отличился только один игрок у сборной Запада Дубль Только Епифанова Дубль Епифанова, да Корчанин, кстати, так и не дает Ну, нет, ну там несколько игроков, я так понял, не принимали участия Потому что они сейчас играли в финал Лиги Чемпионов Да, расстроились Прямо перед этим Корчагин в том числе Хотя должны были, на самом деле, присутствовать Ну, я думаю, Эрик входит, естественно, в список игроков, которые... Ну, входит в список кандидатов, да Но вот вызов сборную, насколько мне известно, не получит Не получит, да? Сборную Запада, ну, там, по своим каким-то причинам, да Главный тренер Не, ну мы сейчас про сборную России Ну, кстати, друзья, на сайте будет висеть новость Возможно, уже сейчас в эти минуты она висит Список приглашенных футболистов на воскресенье На молодежный состав и на основную Поэтому можете посмотреть и, собственно, ознакомиться Олег, для себя скажи, пожалуйста, что ты вынес по матчам сборной Запада Да, вот насколько готова, может быть, она к воскресным играм, да? Не, ну, вообще, опять же, если говорить об этом матче, да, как лакомил свою бумажку со сборной России Я считаю, что очень здорово все, опять же, то есть совсем не потеряла игра темп у сборной Запада, да, она была очень быстрая Как ни странно, многие, да, играли первый раз, мы об этом говорили, да Но вот не было у меня ощущения, да, что вот как-то вот играют ребята с листа, да То есть была какая-то осмысленная игра в их исполнении Очень часто они в определенных отрезках доминировали в матче против сборной То есть я считаю, что, в общем-то, если они в этом же ключе продолжат, все должно быть хорошо Функциональная готовка понравилась? Ну, опять же, да, да, физическая готовность очень хорошая То есть бежали до конца Ну, а те ребята-то вообще рвали, которые дебютировали То есть они прям вообще на одном дыхании провели весь этот матч То есть можно сказать, что сборная Запада тебе в чем-то понравилась больше, чем сборная России По этому матчу, да, да, по этому матчу, да, я говорю То есть как бы у них и моментов было, на мой взгляд, побольше И вообще как-то более цельную игру показали они, в отличие от сборной Ну вот у многих шанс есть, еще раз повторю, да, из сборной Запада попасть в сборную России Ну, и ключевыми будут, конечно, вот матчи, вот два матча, полуфинал И, надеюсь, что финал непосредственно в воскресенье, да Первую игру, кстати, сборная Запада играет против Севера Это самый принципиальный соперник для нас Северная лига Потому что мы все равно спорим, кто сильнее, Запад или Север Но, видишь, Лигу чемпионов выигрывает Юг Выигрывает Юг, да, но... Короче, команда Тройка Мы с ней, о Лиге чемпионов поговорим У нас гость сегодня будет из Тройки регион Обязательно посмотрите Вот Олег, мы с тобой еще хотели бы... Здесь просто Тройка, Миш, я даже уже запомнил Регион не говори Да, 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 да Мы, кстати, у Паши Гуреева уже так раскрыл карты Спросим обязательно, можно ли называть вот это слово еще регион Вот Ну и мы желаем успехов сборной Запада Молодежной, основной, конечно же, в это воскресенье, 24 июня Наверное, к сожалению, все-таки Турнир сборных пройдет не на Западе, а пройдет на арене Зябликова Поэтому, если кто-то хочет приехать посмотреть То именно туда не перепутайте, не приедете на Сетунь-парк Ну, пока мы говорим о сборной Запада, от Запада, так скажем, далеко не ушли Поговорим о Кубке Запада Олег, наверное, ты слышал прекрасно... На турнире, конечно, слышал На турнире, да Потому что он, как в Англии, один из старейших Наверное, слышал о сенсационной победе Портера СВ над Титаном Да, но Титан вообще, как бы, да, один из лучших, да, клубов, команд И вот там сейчас происходят, я так понял, какие-то перетрубации, да Вот Медведев стал сейчас и тренером Играющим Играющим, да Может быть, не всегда это, да, хорошо Потому что, естественно, находясь на поле, он не может контролировать всю ситуацию То есть это на поверхности И я думаю, что, может быть, и с этим тоже связано И, опять же, есть новые игроки у Титана, которые, может быть, не совсем еще встроились в схему игры Я думаю, вот, может быть, с этим связано Ну, вот мы смотрим за моментами, которые были в этом матче Ну, понятно, что Титан играл первым номером, да Старался много атаковать, забирать себе мяч Но, кстати, состав был Титана неоптимальным Может быть, даже количественно неоптимальным Вот, и такое ощущение сложилось, что немножко недооценили Так играли, вот, не в полную Да, Олег, логично же, да Когда с тобой играет второй дивизион Конечно, недооценка может сыграть, безусловно Вот, пожалуйста Дальше спокойно пробить не так часто Титана позволяет По сути, первый удар завершился голым Опять же, да, эффект неожиданности Вот здесь один-один глазкой сравнивает Эффект неожиданности у Ленинкова Никто не ожидал, что есть такой форвард Смотрим, вот здесь еще один момент Да, он принимает и забивает Ну, вот, во-первых, да, удар хороший, удар пушка такой, да И, опять же, как-то очень пассивно в обороне действовал Титан в этом матче Ну, это странно, потому что если состав не оптимальный Значит, есть какие-то новички, да Есть люди, которым нужно доказывать И доказывать как раз в Кубке Запада, да Вот перед, за несколько матчей до конца сезона Чтобы как-то себя проявить, чтобы тебя подписали на следующий год Мне кажется, что в этом матче обязательно это нужно было делать Вот Александр Зуев покидает поле Дмитрий Шов удаляет его Вот, за несогласие С решениями, ну, а Ульяненков оформляет покер, да Да, ну, просто великолепный удар И, наверное, тоже давайте скажем, что, как это часто говорят Да, все полетело, великолепная реализация моментов, да То есть КПД очень высокий был Ну, и Ульяненков, конечно, красавец Ну, Ульяненков вообще джокер оказался Портера В эти выходные, в эти и в последующих, где играл в финале, который мы поговорим Вот, но надо сказать, что Ну, вот мы видим, да, такие моменты надо реализовывать, конечно То есть, вроде бы создавал Титан много, но вот не забивали Ну, где-то уже в концовке второго тайма, при счете 4-2, может быть, Титан немножко проснулся Да, потому что какой-то, ну, как сон, как будто играл Вот, даже при счете 1-1 показалось, что вот, ну, сейчас, ладно, сейчас забьем Успеем, 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 а счет уже тем временем 4-1 Тут пока не приплечет, да То есть, получается, если мы сейчас вот говорим о последних вообще матчах Титана, да, во всех турнирах То есть, все 60 минут они не могут собрано провести встречу, да То есть, либо удается, например, какой-то один из таймов или один из отрезков Но для победы этого оказывается мало Ну, вот, после этого матча были сделаны некие выводы руководством Титана Во-первых, командам лишили части премиальных, достаточно неплохих, да То есть, наверное, стоит расстроиться, да, футболистам за это Ощутимо, ощутимо, но ведь это же справедливо, правильно? Результата нет Результата нет, то есть, справедливо ли там лишение каких-то материальных благ, правильно? Да, согласен Плюс будет решаться вопрос о совмещении Алексея Медведевым тренерства и игрока На мой взгляд, один из самых главных сейчас вопросов И вообще, вот, назначение Медведева на пост тренера и... Играющего тренера Да, играющего тренера, да Ну, такая была какая-то временная мера, да, потому что... Да, я считаю, что это не должно долго длиться Ну, да, Алексей должен заниматься своим делом, он это делает блестяще И я говорю, вот, то есть, контролировать, но в данной ситуации, когда ты являешься ключевым игроком команды Ну, тут явно нужен глаз со стороны Я с вами согласен, но вот мнение руководства Титана, да, наверное, вот матча с Портером было иным Что совмещать можно, плюс команда подходила и говорила о том, что мы хотим, чтобы Леша совмещал Но, как показывает... Леша приятный человек, очень общительный, добрый И поэтому, конечно, все хотят, чтобы он был, так скажем, руководителем команды И еще при этом забил... Тем более, после Владимира Короткова, который как раз, если Медведев это пряник, то Коротков это был кнут Да, и при том еще, чтобы Медведев руководил по-доброму, да, еще и играл, например, да Еще и забивал, и делал результаты Но такого не бывает Даже когда в полуборьбу нам нужна замена, но он не может человек Конечно, да И это все в контролерте, от этого уходят нити игры Я считаю, что, конечно, тренер должен быть тренер, игрок должен быть игрок Да, тем не менее, сенсационная победа Портера, Портера-СВ над Титаном И Портера у нас попадает в полфинал Абсолютно точно, но хотелось бы поговорить еще об одной сенсации Вот у нас команды так дуплетом бьют Только что мы видели, как серебряный призер нашего сезона покинул розыгрыш Кубка Запада И тут же, собственно говоря, золотой, да, двухкратный чемпион, причем подряд Также вылетает из Кубка Запада от команды первой лиги, от команды Аслан Гатагов Ну, здесь, наверное, еще более удивительнее, потому что Если что, допустим, Титан может немножко недонастроиться Если Титан может где-то позволить себе расслабиться, да, то прокуратура Это, в принципе, знак стабильности То есть это команда, которая играет, ну вот уже два сезона практически на одном уровне Ну тоже, Миш, были, ты говоришь, стабильность, но были в этом сезоне, насколько я знаю, такие матчи, да, вот как раз эти вот 0-4 недавно Мы вспоминаем, когда команда не собрала оптимальный состав, когда не подъехал, не смог каким-то причинным тренер, но это тоже все-таки говорит, вот, ну какой-то маленькой, может, нестабильность Ну, возможно, но, опять же, да, скорее, это исключение Исключение Но оно есть Оно есть, и оно пришлось именно на один самый важный матч Да, когда играются самые важные матчи, и вот как раз 0-4 от тройки, ну, по-моему, было объективно, что четыре мяча от играть в полуфинале Хотя могли Ну, тяжело, но, извините, практически, вот уже шаги этого мяча Ну, если бы, вы понимаете, если бы ФКСП забил бы четвертый, но у тройки там моментов тоже на два забитых гола, если мы вот так вот будем опять-таки слагать Нет, ну, потому что просто нельзя проигрывать первый матч с 0-4, ну о чем говорить Ну, я согласен здесь, да, нельзя проигрывать, но, я говорю, практически в ФКСП это удалось И мне кажется, что Мега Титан бы обыграл ФКСП, ну, вот почему-то, да, вот за... Но об этом вообще стоит говорить, что Мега Титан, да, тоже очень хорошая команда Но вот во всех турнирах, да, опять же, вот есть какой-то синдром Синдром третьего, четвертого места, вот синдром финала Мы говорим, что третий финал, команда проигрывает третий финал Ну, надо задуматься Ну, да, ну и ФКСП, да, победитель же Кубка Запада у нас действующий Ну, уже не действующий, еще сложил полномочия Да, узнаем нового победителя в этом все занятое Да, что тоже неплохо, тем не менее В ФКСП, если мы там Увидели, что проиграл там Мега Титану Мега Титану, да, может быть там Еще там Тарас Контейнеру, да, еще мы не так удивились Но команда проиграла Аслану Гатагову И я даже не знаю, это ФКСП вот сейчас плохо сыграл Или это Гатаговы настолько здорово Но ничего выдающегося Гатаговы не показали То есть вот в чем дело Ну, значит, и ФКСП тоже ничего выдающегося не показали Значит, где-то смогли навязать вот свой футбол, свою игру И, собственно говоря, вот в этом аспекте сыграть в ничью Опять, может, недооценка где-то Ну, может быть, да Причем ФКСП был в достаточно хорошем составе И, то есть, не сказать, что состав не приехал, еще что-то, да Нет, абсолютно был боевой рабочий состав Ну, вот, как-то, возможно, где-то, да, сказалось недооценка Потому что когда уже повели, 3-1 Здесь уже как-то вот Да, но здесь вот еще интересный момент Это сетка турнирная То есть Гатагов прошел ФКСП Вышел в полуфинал В полуфинале встретится с победителем пары Портер-Магистраль Согласитесь, что здесь что Портер, что Магистраль может пройти дальше Ну, да, да И у нас вообще полуфинал может получиться, грубо говоря, без участников Пример-лиги Ну, с одной стороны Ну, вот, да, с одной стороны слабо верится, но действительно возможно Почему? Кто-то мне сказал, что, вот, посмотрите, как к кубку относятся наши клубы Ну, то есть Ну, опять, может быть, вот эти вот, скажем так, ребята из первой лиги, да Может быть, для них, ну, это вообще, вот, матчи жизни сейчас получается А все-таки у нас, я думаю, некоторые клубы премьер-лиги, да Которые всегда находятся в топе, может быть, где-то какое-то действительно отношение Иногда есть к этому турниру, но не то что второстепенно, но проиграем, ничего страшного А там ребята рвут Вот вам, пожалуйста, и ты говоришь, что Алан Гатагов Да, здесь еще и такой момент, что, может быть, уже выигрывали, да И не так и стоит уже вопрос, что надо действительно выигрывать Вот, а победа в Кубке Запада дает путевку в Кубок ЛФЛ Я думаю, что Гатагов или Портер СВ с удовольствием примет участие Конечно, конечно Я знаю, что вот Портер, допустим, сейчас идет борьба во втором дивизионе с Феникс-9 И принципиально занять именно первое место, чтобы отобраться на Еврокубке в следующем сезоне То есть это принципиально для команды Ну вот, кстати, будут играть Феникс-9 с Портером вот-вот в ближайшее время Много интересных матчей ждет Да, и самое интересное, конечно, мы покажем 3-3, Аслан Гатагов, футбольный клуб сотрудников прокуратуры Или попросту ФКСП 4-4 все-таки 4-4, да, прошлое не 4-4 И по пенальти Гатагов выиграли Вот, и прошли дальше В остальных матчах у нас без каких-то сенсаций В Мега-Титан прошел дальше И прошел дальше Транс-Контейнер, который между собой уже и сыграет Тоже, кстати, будет интересная Очень интересная Там еще ЦДН, ЦДН играет с Мега-Титаном как раз ЦДН играет с Мега-Титаном? У нас просто немножко такое расслоение произошло Потому что ФКСП с Гатаговым сыграли свой четвертьфинал А все остальные пары, они еще не сыграли свои четвертьфиналы То есть у нас, по сути, еще три матча Мы должны их сыграть, чтобы понять, кто выйдет Но все пары заслуживают внимания, конечно А, ну здесь, да, ЦДН с Мега-Титаном Все правильно, да, получается Потому что вот ФКСП сбило с толку Да, да, этот матч вот такой какой-то был вынесен И действительно сбивает с толку Вот, но, тем не менее, уже у нас какой-то непредсказуемый Кубок Запада Обычно ФКСП Барда встречали Сейчас уже какой-то будет Это здорово, что новая команда Причем у команды из первой лиги Да, 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 это хорошо, это здорово Это говорит о том, что вот в одном отдельно взятом матче Может случиться все, что будет Но опять же, это говорит о непредсказуемости турнира Что тоже здорово Да, да, но у нас будет новый обладатель Кубка Запада Это уже точно Ну, а мы вскоре поговорим уже о Еврокубках Сегодня в студии у нас был замечательный гость Наш товарищ и друг Актер театра и кино Комментатор Матч ТВ Лучший, дважды лучший комментатор Континентальной футбольной лиги Олег Насалев Ну что ж, дорогие телезрители Мы переходим к самому интересному К самому вкусному Это главный матч Москвы Который был сыгран в эти выходные Конечно же, я говорю о Лиге Чемпионов И о финале мы поговорим с одним из главных его героев Убедителем Лиги Чемпионов Павлом Гуреевым Паш, приветствуем тебя Поздравляем тебя с столь значимым трофеем Это твоя первая Лига Чемпионов Выверс, это первая, да, победа А финал? И финал тот первый Скажи, пожалуйста Не могу не сказать Не спросить точнее Как отметили, потому что Когда мы с тобой общались Ты беспокоился за сохранность этого кубка Сохранность, да, была, конечно Очень опасная ситуация Вот, но на самом деле Очень рад, что мы выиграли Отметили все команды Просто некоторые игроки не могли поехать По семейным соединениям Либо по каким-то еще Но основная часть всей команды Собралась и отметила хорошо Куда, куда, где были? В кафе какой-нибудь ходили? В баре, да, конечно Все и семьи были И игроки все были Поэтому народу было очень много На самом деле Ты в семье был? Нет, я, к сожалению Не смог там присутствовать А, ты даже не пошел По семейным делам, да Поэтому Я думаю, это не последний раз еще Поэтому встретимся еще Ну, такой еще вопрос, кстати Я во время трансляции И даже в передаче В сегодняшней Немножко ошибался Хотя ты мне дашь, наверное Более точный ответ Название команды Я по публичке называю Тройка регион Это уже неверно? Да, это уже неверная формулировка Примерно где-то, может быть, на полгода Может быть, чуть побольше Сейчас просто регион уже ушло И сейчас осталась просто тройка регион Вот просто тройка А почему так поменяли? Это как-то связано просто с людьми, которые владели команду? Да, это немного связано с людьми, кто владел командой Некоторые ребята, можно сказать, отошли от этого Это просто дело И пришлось сменить немножко название Но хотелось сохранить все-таки Вот лицо своей команды Поэтому решили просто название Тройка Я вот так за кулисами тоже задавал этот вопрос, Паша Но за кулисами у нас всегда есть, конечно же, интерес по поводу бюджета Я спросил, бюджет сохранился Но что Паша сказал мне, что нет никакого бюджета у команды То есть игроки играют бесплатно и выигрывают Лигу чемпионов Серьезно? Да Друзья, ну я не верю Я не буду копаться, но Конечно, мне хочется верить, но я не верю Если так вот немножко поразмышлять, вспоминать То, наверное, последняя команда, которая выигрывала не из бюджетных Это Кристалла в сезоне 2010-2011, по-моему То есть это 7 лет Это 7 лет и это те времена, когда особо и не было так, наверное, развито Да, вот какие-то системы премиальных, тем более больших премиальных Ну да, 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 то есть это вдвойне, наверное, приятнее, Паша? Ну конечно, да, конечно Но это вот как раз такой вот любительский подход, мне кажется И он правильный, как ты думаешь? Конечно, любительский подход, да, в Львове Мостове это есть Поэтому у нас вся команда собрана из друзей Прям вся? Да, вся команда, да Поэтому у нас, так сказать, личных игроков у нас нет в команде Все только свои Такой еще вопрос Собственно, тройка, как и Мега Титана, длительное время хотела выиграть кубок Лигу Чемпионов Тоже это был вожделенный трофей, да Все-таки вы останавливались, и полуфинала были И тоже в прошлом году вы здорово играли, но вот проиграли Да, то есть была вот эта идея фикс? Конечно, идея фикс была выиграть Лигу Чемпионов Мы очень долго к этому шли Наверное, не знаю, я не с самого основания в команде Но пока я там был, это точно была идея выиграть Лигу Чемпионов Я не могу не спросить про полуфинал, про тот матч, который вы сыграли против ФКСП дома у себя Вот эти 4-0, как, во-первых, это получилось, да, и была ли потом какая-то, может быть, эйфория, да, уже понимание, что надо готовиться к финалу? Ну, какой-то эйфории не было после этого выигрыша, потому что все понимали то, что будет еще ответ на игра И там будет намного все сложнее Первая игра получилась, это вот то, что у нас, все, что мы задумали, у нас получилось, на самом деле Это что? Выграя своя игра и не прижиматься к воротам, просто играть в свой любимый футбол Насколько вот мы слышали, знаем со слов, да, ФКСП приехал без тренера, там, в какой-то усеченном составе, в слабом Это вот действительно так? Это можно вот им за оправдание, так сказать, считать? Не знаю, как за оправдание, но счет на табло был, я считаю Ну, это и в любом случае, это проблемы были для ФКСП Нет, ну, безусловно, я с тобой согласен, но так вот, поделал счет 4-0? Да, поделал был счет, да А ответ на... Что две игры были примерно зеркальные, то, что получалось у нас в первой игре, совсем не вышло во второй И за это вот такой результат получился Просто мы забили сначала 4, а ФКСП забил нам всего лишь 3 Было тревожно тебе в концовке за результат? Ну, немножко был тревожен, да, но была в любом случае, что мы сможем до конца достоять И я думаю, что если бы даже была бы ничья, то по пенальти, я думаю, мы прошли бы Ты уверен был, да, на пенальти ты бы взял Нет, вот ты знаешь, на самом деле, вот, наверное, задача была в ответ на матч с ФКСП Не пропустить быстрый гол, да, а к середине первого тайма уже, по сути, был много Мне показалось, что в какой-то момент тройка занижничала, нет? Ну, была задача вообще не пропустить Нет, я понимаю, я понимаю Да, вот, но так сложилось, да, что два мяча пропустили очень быстро, я считаю, даже там в 20-15 минуте Ну да, да, да Но я считаю, что первый гол – это тоже наша ошибка была Второй гол – это тут практически рикошет Как таковой, но у нас, ну, мы тоже, игра, я считаю, в ответной игре вообще не получалась И, в принципе, можно сказать, что немного отскочили В перерыве о чем говорили? Вот уже 2-0, ФКСП доминирует, моменты есть Вот, наверное, Михаил Ростопкин, правильно, тренер? Да, да Что, что, что говорили? Ну, говорил то, что нужно все-таки взять мяч под свой контроль И не давать им преимущество в нападении Как бы отодвинуть игру от своих ворот Это была основная вот наша задача на второй тайм У меня вот есть вопрос про Южную Лигу Там вы, в общем-то, царствуете и властвуете совершенно безгранично Как удается поддерживать команду, да, вот в тонусе В тонусе, ну, так скажем, выходить против каких-то грантов, да И играть наравно, хотя в чемпионате, по сути, у вас таких игр, ну, не так много Ну, да, в чемпионате таких ключевых игр примерно штук или шесть или восемь за сезон Не считая, может быть, кубка и супер еще кубка Но у нас есть тренировки два раза в неделю Поэтому все эти игроки, кто может, они приезжают и тренируются Поэтому все постоянно находятся в хорошей физической форме Действительно все приезжают, то есть, вот, ну, какая явка примерно, вот, сколько человек обычно? Ну, из всей команды, то человек, может, 12 приезжает, то есть, практически процентов где-то 80 от всей команды Ну, это очень хорошая явка Да, хорошая Давайте, наверное, все-таки уже посмотрим непосредственно моменты с финала Лиги Чемпионов Паша, скажи, пожалуйста, когда играет Гимн или Чемпионов, да, вот, мурашки не бегут к тебе? Приятно, да, приятно Сбежали, тем более финал, да? Очищалась атмосфера вот эта? Да, да Паша, ну, а то, что играли против Мега Титана, против команды, которая тебе хорошо знакома Вот это как-то добавляло какой-то принципиальности или подтекста этому матчу? Ну, не скажу, чтобы была какая-то прям супер принципиальности, то, что игра именно против Мега Титана Я думаю, что будет на их месте любая другая команда То, что наш настрой и еще к тому же мой никак бы не поменялся особо Паша, ну, вот первые минуты остались за Мега Титаном, да, так несколько раз они подошли к воротам Начали активно, но затем вы как-то перехватили инициативу, да, то есть, что освоились Или игра на контратаках пошла Я бы сказал, что мы сразу начали игру очень живо И то, что преимущество на первых 15 минутах было точно наше На самом деле, мне, говорит, Титан не показал всего, на что он способен, я считаю Вот тут, Паша, сбивает Клюев, и ты так расстроенно бьешь руками о газон Да, он попал тебе в домик, да, то есть, ты ожидал этого удара, да, ты не успел сложить, почему? Все-таки там не под рукой как-то Да, это практически единственное место, куда бы он мог попасть для того, чтобы забить гол Не успел сложиться, да, но ты же, наверное, читал, что, да, будет туда бить? Не то, что не успел сложиться, просто, ну, как говорится, из десяти раз так еще раз пробей И я не думаю, что это был единственный гол, наверное, Второй тайм начался с, я надеюсь, мы еще раз посмотрим на риски именно второго тайма, да, поговорим чуть подробнее о них О них, опять же, начали очень активно второй тайм, да, и удался быстрый гол Это вот была одна из задач Рогов, вот, смотри, смотрим сейчас Да, этот момент, конечно, ну, это был, этот момент украшения этой игры, я думаю, потому что, ну, Алексей очень красиво здесь сыграл, и очень грамотно, я считаю, да Ну, была задача с первых минут дожать Мега Титана, быстрый гол, он входил в ваши планы? Не скажу, что быстрый прям гол входил в наши планы, мы, в принципе, не отошли от своей игры, я считаю Как мы начали играть с самого начала, так же, в принципе, продолжили Просто в первом тайме нам реально не везло, я считаю А в втором тайме уже смогли реализовать свои моменты Ну, вот, извините, вот этот гол, ну, фантастический, Рогов играет, мне кажется, только вот за этот гол, да, он заслуживает вызова сборной Гол в финале Лиги Чемпионов Да, это раз, и вот ключевой момент, Паш, давай немножко, Дим, мысль возьми, пожалуйста, смотрим, да Рогов, опять же, делает передачу, и там Назаров, да Как тебе казался этот эпизод, обсуждали, не обсуждали, да, было ли пенальти Было ли признание Было ли нарушение, точнее, да, не пенальти, а нарушение, да, верно ли за считан гол? Слышал много вариантов по этому эпизоду, и слышал то, что и плечо было, и слышал от игроков негатива на то, что была рука Ну, с моей позиции, я скажу сразу, то, что особо точно не было видно Ну, что говорит в команде, что говорит сам Назаров Да, Денис сказал то, что игра плечом была, поэтому я склонен ему верить на самом деле Ну, а смотрели потом эпизоды непосредственно? Смотрели, но в любом случае, тут вот, если брать одну камеру, то реально не видно особо Тут эпизод насмотрения головного арбитра, он посчитал, как увидел, вот так и сделал Ну, помнишь, в первом тайме, может быть, если помнишь, Крупадер, или нет, Драгунов, Драгунов сыграл рукой Не помнишь, в моем первом тайме? Да, у него был удар, и в него мяч попал, и да, и вроде как он вспорил Да, можно сказать, что здесь он вернул, можно сказать, да, должок, и поэтому там не поставил, и пенальти здесь дал возможность играть Ну, не скажу, что, может быть, то, что он вернул нам должок, я считаю, потому что Арк-Би Питер отсудил эту встречу, ну, очень кокалифицированно и грамотно Честно говоря, у меня всегда, когда я играю тройкой, я смотрю какие-то матчи, если я комментирую И вообще, когда меня спрашивают об этой команде, для меня она всегда, во-первых, была неприятная, да, вы нас в футбольный клуб Барс всегда обыгрывали Но я всегда считал твою команду, да, это а-ля Атлетика Мадрид, которая играет плотно в обороне, которая цепляет жестко Вот это правильно моя аналогия? Я где-то верно в направлении мысли о тройке? Или все-таки нет? Где-то да, это сравнение где-то может нам применить на самом деле, потому что у нас игра-то обороны построена, что я очень грамотно Очень, да, очень квалифицированные защитники до момента, пока счет идет 2-0 или 3-0, потом они начинают играть нападение А ты получаешь Ян Облак Можно и так сказать Но при этом ты говоришь, что вот нашли свою игру и говоришь, я так понимаю, что более про атакующий стиль, да Вот мне кажется, что тройка, вот когда играла с Барсом, да, это была такая вот оборонительная Атлетика Мадрид Но сейчас уже немножко команда по-другому, да, действует? Или это вот мое, как бы, мои домыслы? Я себе что-то придумал? Игра на игру у нас не приходится, мы можем, в принципе, если нужно отыграть от обороны Немножко посмотреть, как будет играть на наших противник, то это можно сделать спокойно Если мы видим, что игра идет, и соперник особо не нападает, то я думаю, что мы можем сыграть и в нападении, на самом деле С Мега Титаном как даже мы будем играть? Ну, тоже, мы не стали, я скажу, что и прижиматься к своим воротам сразу, смотреть, как будет затисывать Мега Титан И, в принципе, не скажу, что сразу убежали в нападении, что-то вот среднее между атакой и защитой, да Паш, ты напомни, кем-то не знает, про Гриф защищал полсезона, наверное, да? Ну да, чуть побольше Чуть побольше ворота Мега Титана, поэтому Символично, да, что в финале и в гостях именно у нас Павел Паш, скажи, пожалуйста Мега Титан, наверное, ну ты прекрасно знал А вот с вами партнер, может быть, какие-то тонкости подсказал, да, как любит что-то команда играть Нет? Нет, такого не было ничего, потому что я считаю, что Мега Титан очень квалифицированная команда И может сыграть любую игру по-разному Поэтому я смог сказать одно, а по факту получилось другое, потом сказали, что я виноват еще В этой ситуации можно было промолчать Паш, ну, с другой стороны, мне кажется, что вот особенно по второму там Мега Титан сыграл, ну, неплохо, но мне кажется, он вот испугался просто тройки Да, вот эти два гола, они как-то вот испугали их Ну, они нас ломили немножко игру, да, и игра пришла в наше русло, на самом деле, на игру Повторюсь, то, что Мега Титан не показал в этой игре всего, на что он способен, я считаю Отвыка? Ну, если выиграли, значит, показали, на что способен А скажи, пожалуйста, вот не обидно за Мега Титан? Третий финал, да, и третий раз Ну, третий финал, конечно, это обидно, да, проигрывать Но мы тоже не первый раз вышли Постоянно пробиваемся из группы И все время останавливались на одном и том же месте, я считаю Поэтому вот в этом году Это был наш реальный шанс выиграть Поэтому надо было цепляться Какие сейчас задачи перед командой? Вот, вроде бы уже все, выиграли, да? Что сейчас? Какие задачи? Ну, сейчас предстоит еще финал четырех, это заборная юга Где соберутся не только игроки в тройке, а всех команд юга В принципе, есть задача, чем выиграть А в тройке у нас все время одна задача, выходить и побеждать А откроем небольшую завесу тайны, но все-таки костяк у сборной юга будет из тройки? Ну, в принципе, он всегда был, по-моему, из тройки Насколько я себя помню Ну, серти девятикратный чемпион Костяк, да Я говорю то, что на юге сейчас очень много игроков, которые будут вклиниться в сборную Поэтому это сто процентов Потому что есть игроки в Иствуди, в Торпедо Зилов, в Рус Ультрасе В очень многих командах сейчас Которых мы не забываем, да Не забывают игроки тройки Чтобы все время с ними бывают проблемы, да В наших играх Ну, мы, кстати, обсуждали, да, матчи сборной Поэтому напомним еще, что будет финал четырех В это воскресенье на арене Зябликова Поэтому, у кого есть желание, обязательно приходите Посмотрите, будут в этом году подбирать, по-моему, сильные составы Север вышел Да Запад, Восток и Юг Юг это победитель сейчас линии чемпионов Запад это кубок ЛФЛ И вообще, да, всегда топовая была Север тоже Ну и у Запада все финалисты практически Да, да, да Ну, для тебя вот этот трофеер самый значимый Лига чемпионов, да Да, это сейчас основная моя победа, наверное, на уровне ЛФЛ Паша, последний у меня вот по этому матчу вопрос Был конец матча уже Были моменты у Мега Титана Что думал, да, вот Были моменты, ведь и у тебя защитник вынес Практически с линии после удара Кунтузова В прыжке ты несколько отразил Вот что, какие мысли были в тот момент? Честно, мыслей особо не было Мысли было только выиграть Но, да, моменты были у Мега Титана Просто давление они создавали, конечно, приличное Ну, была мысль, на самом деле То, что все-таки мы сможем терпеть и выиграть все-таки этот финал Ну, все-таки терпение, наверное, одно из главных качеств тройки Можно так сказать, да? Можно Ну что ж, один из главных героев финала Лиги чемпионов Павел Гуреев О тройке, о южной лиге Паш, ну, мы с тобой бы еще хотели бы обсудить матч Еще один финал Кубка ЛФЛ Ты прекрасно знаешь команду Трансконтейнер Да, ты проиграл, кстати, по-моему, проиграли, да? Да, проиграли, по-моему, оба раза, по-моему, даже проиграли Насколько я помню А по ощущениям, кстати, сильнее Трансконтейнер, на твой взгляд, чем Мега Титан? Не могу сейчас сказать, потому что давно не смотрел игры Трансконтейнер Не, ну, по ощущениям, вот, когда ты играл против них и против... Ну, я скажу, что, не знаю, я думаю, то, что Мега Титан все-таки он посильнее будет Ну, поэтому Трансконтейнер и в финале Кубка ЛФЛ Ну, Трансконтейнер в следующем году, он есть стереотипы нарушить То, что будет играть в Лиге чемпионов Но, друзья, давайте посмотрим к этому матчу Трансконтейнер прошел феноменальный путь Паш, что ты сказал, когда я сказал Трансконтейнер тебе? Что ты слышал? Ты сказал, я слышал, что? Они всех разгромили, как я сказал Всех разгромили, вот такая ходит молва Трансконтейнера Но, по сути, это действительно так и есть Да, Трансконтейнер прошел просто феноменальный путь Это усадьба Банны, это пятый элемент Это практически бывший Атлакис Это Титан, да, который грезил так же Это Кубком Запада Кубком ЛФЛ, прошу прощения, да Но Трансконтейнер просто сыграл его мощно Вот смотрим, первый забитый мяч Забивает его Максим Галихин Который просто наладил Он очень здорово влился в Трансконтейнер Связал вообще все звезды Да, именно связал, правильно Да, и поэтому Трансконтейнер стал очень целостно смотреть Ну а сам Галихин выполняет какой-то колоссальный объем работы Мы видим ответный мяч Который, кстати, забит по лекалам Трансконтейнера А пусть Трансконтейнер разыгрывает штрафные Да, Паша? Наверное, ты знаешь, что главная фишка их Ну штрафные, да, у них Павел Крылов, я знаю, что неплохо может пробить А что в этом ударе такого особенного? Вот почему его, именно удары Павла Крылова, голкиперы как-то не могут взять, отразить? Пока Паша думает, это второго гола Масленникова Чем-то похож на Рогова-то, да, голд? Похож, да, но Алексей чуть-чуть интереснее, конечно Ну, по идее, двух убрал, извините меня И один из них вратарь сборной России Здесь ответ, вот как раскрыло, Паш Пожалуйста, твой тезка, вот теперь тебе слово Ну удар Павла, конечно, он славит такой силой У него, конечно, очень приличный удар Не знаю Не скажу, что каждый его штрафной это гол Но то, что будет опасно, это процентов на 90 Вот, пожалуйста, второй гол Крылов сравнивает счет И третий, да, подача такая, что Галихину И лишь надо было чуть-чуть изменить полет мяча, дочеркнуть и все И уже дезориентировал Гефеста Ну, трудовая, и можно сказать, выливая, да? Все-таки проигрывали двоинно Выливая победа Трансконтейнера Вот знаете, такие мужики И вот руководитель Трансконтейнера После игры я подошел, спросил, говорю Ну, выходной-то должны же дать Ну, все-таки, да, такая победа-то Да, он сказал, никакого выходного У нас рабочая, крестьянская команда Будем работать Ну, мне очень нравится то, что Трансконтейнер Где-то, конечно, с юмором, да, так к себе относится Но где-то и серьезно То есть они не трезво оценивают свой уровень Трезво оценивают, собственно говоря, силу своих футболистов Команды в целом И от этого и пляж Трансконтейнера провел просто потрясающий сезон Чуть-чуть провалив начало Но концовки чемпионата Просто набрали фантастический футбол Паш, скажи, пожалуйста Вот от тренера в тройке, например, многое зависит? Это Михаил Ростопчин, правильно? Ну, конечно, да От Михаила-то очень многое зависит И зависит от того, как он еще попал на футбольном поле Сейчас пока Трама его замучил Он не может пока показать на все, что он способен Пока он видит себя в качестве тренера Я почему спросил про тренера Потому что у Трансконтейнера сменился тренер Николай Мазурин Ты, наверное, его не помнишь, да, Наполеич? Нет, не помню Вот, он тоже то играл в старте, то на замене Иногда не получал игрового времени Но здесь он открылся в этом сезоне с другой стороны Он, я считаю, что заслуга Мазурина Это как практически Зидан Реали Вроде бы ничего не менял Особо кардинально Но при этом команда добавила какой-то винтик Сделала, который команда смогла поверить в себя Какие-то настройки, да Довел до ума Ну, плюс Галихин, конечно Я не могу говорить, что Галихин Это, ну, если говорить, что крыло в пол тренсконтейнера То вот крыло в пол тренсконтейнера И Галихин это еще Ну, в какой-то степени я с тобой соглашусь Трансконтейнер обыгрывает, да, друзья Самую невезущую команду Да, Паш, следил вообще за, может быть, Дефестом? Нет, на самом деле, Дипа А что, Дефест-то доходит до стадии, да, Паш Ты, наверное, тоже прекрасно знаешь Да что, Дефест всегда играет Обошли в том году, да Обошли, но ничего не выиграли На КФЛ играют, не выигрывают Опять сейчас финал, да, опять проигрывают Такая команда... Да, такая команда есть на Западе И она играла... В финальной лече, или вот, я говорю Это вот три команды, которые неудачники Это Дефест, это Мегатитан стал и Авангард Которые обладают вообще там безумным составом А постоянно проигрывают Либо на каких-то стадиях плей-офф Либо вот на финале Каком-нибудь, понимаете Вот команды почему-то не везут Трансконтейнеру здесь и повезло И удачу здесь они заслужили Вообще здорово И на самом деле Такой победой можно гордиться, действительно Ну вот опять-таки мы говорим об удаче, да И мы в прошлой передаче Как касательно Трансконтейнера Как раз обсуждали вот этот момент фарта Но какой путь ты сам сегодня говорил Какой путь пройден Ну вот весь такой путь И идти на удачу там на одной Нет, нет, я не... Это невозможно Нет, 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 нет Я не говорю, что... Если повезло там где-то в одном отдельном матче Да, в каком-то моменте Ну это абсолютно не накладывает Никакой отпечаток на весь путь Согласен Я не говорю, что весь путь на удачу Конечно, здесь путь на трудолюбие На желание Паш, скажи, пожалуйста, заключительный вопрос Порядок бьет, класс? Бьет Вот поэтому тройка победитель Лиги Чемпионов И Трансконтейнер обыграл в волевой игре Гефест Паш, ну, спасибо, что заглянул к нам сегодня в наш бар Еще раз поздравляем тебя с выигрышем Лиги Чемпионов Выходные сборные Мы там обязательно увидимся Я говорю, хорошие игры без травм, главное Потому что я буду все-таки на западной стороне, ты понимаешь, да Но при этом главное без травм, хорошего футбола Друзья, у нас сегодня был победитель Лиги Чемпионов Павел Гореев Спасибо Ну и, как мы сказали, у нас осталось два матча Два финальных матча, которые проходили на Северном парке Это Кубок Москвы и Лига Москвы И начнем мы с Кубка Москвы, в котором играл... Портер, в котором играл наш западный Портер СВЭК Про который мы сегодня уже говорили Про сенсационную победу Ну, все-таки сенсационную, да В этом многие по разговорам очень спокойно к этому результату отнесли Но все-таки это сенсационная победа над Титаном И всех поразил Ульяненков Ульяненков был и в воскресенье в это И также выходил на поле в составе Портера В финале Кубка Москвы Это, как казалось, главные действительно джокеры команды Дизайн-связиста Дизайн-окно-связиста Окно-связиста, да В синих футболках были в оптимальнейшем составе У которого было, наверное, три состава И в предматчевом интервью Андрей Орнет сказал, что мы фавориты Ты знаешь, и вот в его голосе я уже понял, что дизайн-связист себя представляет уже победителем и фаворитом этого матча Мне вот потюдилась вот именно вот такая мысль Да, Андрея мы знаем прекрасно Тем более он знаком со всеми футболистами Поэтому, наверное, все-таки имел представление себя о Портере А мне кажется, нет Вот не имел, потому что это Портер-св А вот Дизайн-окно-связист, ну хорошая команда Очень хорошая команда И, честно говоря, вот если до матча, да, если бы я представлял, чего ожидать от гостей Я бы, честно говоря, поставил бы на Дизайн-связист Даже при том, что знал, кто такой уже Ульяненков, да, и что он способен сделать, собственно говоря, на поле Ну, какая организация, какой подход команды И какие скорости все-таки были на первых минутах Очень здорово коллектив смотрелся И мне кажется, что, честно говоря, у Портера пришлось поплатить намного больше Несели чем, там, неделя ранее в матче против Титана Даже вот такие вот аналогии Возможно, да, возможно, здесь я с тобой соглашусь Вот третий гол, он просто фантастический, честно, Ковальчук Это просто вот спринтерские свои показала способность И человек просто в порядке Казалось бы, все уже, вот она победа, да, но все-таки Портер не смог легко доиграть матч Потому что быстро сделал дизайн на счет 3-2 Здесь Ульяненков мог решить 4-2, но потом сам же исправился Вот здесь, да, все сделал сам Забрал мяч, обыграл защитника Устоял на ногах Устоял, да, как здорово-то И, собственно, все сделал И, получается, 3-3 мяча, да, он забил Но здесь опять И ты знаешь, вот я чувствовал какую-то вот нервозность такую Оно, мне кажется, в воздухе витало И Портер при счете 3-2 Ой, 4-2, мне кажется, что... 3-2, да, прошу прощения, пока не стал 4-2 Портер, ну, так, немножко начал нервничать И вот Ульяненков очень вовремя забил четвертый Успокоил игру Потому что уже был какой-то запас вот перед этим финальным навалом, да, который дизайн-связистов обязательно был устроен Но он устроил по факту Ну, было видно, что тяжело, что Портер подсел немножко Да, опять же, команда не самая молодая Не столько замен, как у соперника Нет такого количества Хотя замен было много, но я так понимаю, что выходили не все Да, потому что если бы выходили Ну, была задача дать всем поиграть То, наверное, все-таки Портер бы не додержал до конца Да, поэтому тоже было тяжело, это было видно Вот, но Портер выставил благодаря Ульяненкову, да, который забил четвертый мяч Обыграв, собственно говоря Ну, не пол, конечно, команды Ну, соперника, но там здорово все было сделано И завтра выйдет интервью Романа Гаранина Вот более подробнее о финале О том, чья это заслуга Как что прошло там И много интересного, кстати, западной лиги, да, в частности АКДК Завтра можно с Романом Викторовичем почитать На сайте ЛФЛ обязательно посмотрите Ну, у нас был еще один финал Финал лиги Москвы уже Где был Дюпель 13 со Спарты 2015 Спарта Спарта предстала командой тоже Вот вообще, на самом деле, вот эти финалы Да, даже полуфинальный матч Или где-то даже четвертьфинальный матч Показали, что во-вторых В первых лигах играют команды с очень серьезной организацией Вот в первую очередь бросается именно это в глаза И Спарта как раз вот одна из тех команд Пускай образовался клуб только там несколько лет назад Но при этом уже набрал такие сумасшедшие кондиции И мы видим, как здорово действительно команда действовала Ну, началось все для Спарта не очень удачно Дюпель забивает в дебюте Это Вячеслав Илюхин открывает счет Мастерский, как обычно Ну и вот здесь вот Илюхин не дорабатывает сам в обороне Проигрывает он и недоборство Дважды его качнули, но и из-под него гол был забит Да, но только по-хорошему здесь все-таки должна быть подстраховка Второй гол, который выводит вперед спартанцев Да, он был разыгран здорово и по сути уже игрок синих уже просто замыкал пустые ворота Очень интересно, как перед матчем Ну, здесь совершенно ничего не мог поделать Денис Морозов Вообще, конечно, Спарта голы забивала в стиле, как мне кажется, Дюпеля Да, где-то до верного, вот под удар уже, чтобы осталось только в уголок какнуть И это вот бросалось в глаза главный тренер, точнее не главный тренер, а представитель команды Спарта 2015 говорил, что мы готовимся к Дюпелю Что есть много видео с участием этой команды И это играет нам на руку И мы действительно успели выяснить всякие нюансы в игре соперника и подготовиться А у Дюпеля как раз такой возможности не было Ну и, наверное, Дюпель та команда, которая в первую очередь от себя Ну да, действительно, Дюпель та команда, которая пляшет исключительно от себя Это в этом ее сила, да, и, наверное, в этом же ее слабость Спарта, ну молодцы, на самом деле так и надо Вот чего не хватило дизайну, да, при всей организации, мощности состава Да, возможно, не хватило чуть-чуть посмотреть соперника, да, разобраться Спарта это сделала, да, и, пожалуйста, вот результат, да, победа Хотя Дюпель, в принципе, мог бы, на мой взгляд, по потенциалу По потенциалу, но не в этом матче, скорее всего, вот так вот, да То есть по потенциалу команда очень здорово действительно проводит сезон Но вот в этом матче Спарта была сильнее И, ну, знаешь, вот после таких матчей абсолютно никаких вопросов, да, Какая-то просто пустота остается Да, да, да Вопросов никаких нету, все по делу, все спартанцы сделали здорово Дюпель где-то не хватило, наверное, хладнокровия в каких-то пиливых, да, эпизодах, да И не хватило вот той самой дисциплины, наверное, при оборонительных действиях Ну, потому что у Спарты постоянно возникало какое-то численное преимущество Да, там, после, может быть, обыгрыша, там, один-в-один, может быть, еще после каких-то там контр-атак Но в любом случае, вот, в атаке спартанцы были сильнее, чем Дюпель в обороне Да, честно, болели мы, естественно, за Дюпель, но не получилось А, еще стоит сказать, что у Дюпеля были кадровые проблемы Спартанцы абсолютно стопроцентный состав, да, ябку продемонстрировали А вот у Дюпеля были проблемы, донских не было, ну, не было, в общем, ключевых игроков И в том числе из-за этого, может быть, какие-то проблемы и возникали Да, да, согласен с тобой полностью кадровые проблемы отметил после матча После матча, он, собственно, интервью Ну, и до матча, да Аркадий Ботов, поэтому, наверное, здесь тоже есть объективные причины Тем не менее, баланс сохранился у нас на Западе Две команды выиграли, две проиграли, да, ушли, как говорится, в ноль Здесь победа Спарта 2015 со счетом 4-2 Но сейчас вы видите все результаты, которые были этого финала Тройка, еще раз напомню, выиграла Мега Титана Трансконтейнер 3-2 обыграл Гефест Спарта 4-2 Дюпель и Портер обыграл 4-3 дизайн на окно связист Ну, так вот, половина, то есть 50 на 50, мне кажется, что в целом закономерно довольно-таки И Мега Титан, наверное, мог, да, наверное, был ближе, нежели чем Дюпель, да, Артурбель все-таки здесь тоже держать победу Ну, Тройка, наверное, тоже заслужила точно так же, как и Мега Титан, вот эту победу своими годами участия в Лиге Чемпионов Ну, согласен, согласен здесь, друзья, в этом выпуске передачи мы не успеваем поговорить о внутренних делах, да, но пока они еще там не закончены Еще у нас есть время, в следующих передачах мы будем подводить обязательные итоги всех Лиг Мы никого не забудем, обо всем, обо всех расскажем Ну, а в эти выходные были заключительные Еврокубковые матчи, ради которых, собственно, команды бьются весь год, настраиваются, формируют команды, делают большие вложения У кого-то на исходе получается положительный, у кого-то не отрицательный, но это футбол, это... У кого-то получается без вложения Да, да, это жизнь, следующий сезон будет не менее интересным и в Еврокубках, и будем за всем следить, будем обо всем говорить Ну, встретимся уже совсем скоро, напомню, что в воскресенье финалы четырех сборных Приходите, смотрите, ну, а сегодня для вас в студии был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов Наши гости Олег Масалев и Павел Гуреев Всего доброго, до свидания, играйте в футбол До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...